Инструментами не получилось. Поехал я в общем в город для того, чтобы купить стремянку, хотя думал как-то такими всеми подручными средствами, но немножко не получилось, просчитался. И звонит мне мама, говорит, Сережа, тут к тебе приехали из полиции, хотят тебя либо твой номер телефона. Я говорю, мама спокойно, типа, ну мама в курсе, что делать, она номер мой не давала. Короче, говорю, я типа сейчас мимо дома проеду и посмотрю на них. В общем, я проехал, увидел машину, это 100% чернобыльская машина, потому что такие джипы с наклейками полиция только в Чернобыле есть. В других городах там либо аутлендеры, либо приусы, либо еще что. В общем, они говорили, что три человека за хрен знает сколько километров приехали чисто для того, чтобы вручить мне повестку, опросить меня как свидетеля, ну так, как там пожар, типа. Дивися, мне сказали без вас в Чернобыль не вертаться, или хотя бы без вручных вам повесток. Ты можешь взять с собой там кучу пацанов, если ты нам там не доверяешь или еще что-то, так, можешь взять с собой кучу своих друзей. Тоби просто вручать сьогодні повестку на коли ты захочешь, на авиаторик, значит на авиаторик, чтобы ты приехал за адвокатом. Но без своей повестки, без корешка, что ты ее получил, я оттуда людей не выжил, поверь мне. Никих людей не выжил, я не понял. Ну от сих, там приехал опер, працівник розыска. Без того, чтобы он тебе вручил повестку, он тебе не будет не допитывать, не будет ничего, тебе спрашивать, не номер телефона, не будет дивиться ничего. Он просто тебе вручить повестку на авиаторик, чтобы ты приехал за адвокатом, так, как ты хочешь. И все, и вину туда поеду. Давайте без этих формальностей обойдемся, я же сказал, что я приеду. Без формальностей, ну ты розумієш, что, ну, меня не... В общем, я в тот день с ними не встретился, хотя они меня там выискивали по городу. Я через день или два с ними встретился в Киеве с адвокатом, они взяли у меня показания. Я дал показания, что видео я снимал совсем в другие числа, не тогда, когда случился пожар. То есть, что видео я снимал за несколько дней еще до пожара. То есть, с пожаром я как бы никак не связан. Они там запросят у оператора в мобильной связи треки телефона, где я был, в какие числа. И, в принципе, я думаю, что все доказательства будут того, что я не имею отношения никакого к этому пожару. Многие СМИ сейчас подхватили эту тему и пишут, что, возможно, мы виноваты. Но, на самом деле, ребят, вы, я думаю, понимаете, что это не так. Потому как, как видите, я на свободе. Если бы я реально был бы подозреваемый, меня бы задержали. Ну, либо меня в будущем посадят. В общем, как говорится, поживем, увидим. Все, ребята. Это я.